Доброго здоровья, друзья! В этом видео мы с вами продолжим обсуждать тему влияния внеземных цивилизаций на развитие человечества нашей планеты. Конспирологические общества Запада уверены, обрести могущество и новые технологии России помогают инопланетяне. Изучив ситуацию на Земле, они давно встали на сторону нашей страны и работают против Америки. Об этом пишут не только порталы, специализирующиеся на так называемых альтернативных новостях, как, например, Nexus Magazine, но и более серьезные издания вроде портала Veterans Today, который принадлежит ветеранам Пентагона. Veterans Today всерьез утверждает, что причина, по которой американцы не могут отследить русские ракеты, находится в космосе. Автор статьи «Война под номером 13» Джеймс Престон, американец, доктор философских наук, уверен, что российского лидера Владимира Путина поддерживают пришельцы из космоса, которых называют белыми нордиками или нордическими пришельцами. Они являются врагами инопланетной группы Драко. Это группа пришельцев-рептилоидов во главе с драконианцами, которая подчинила себе мировое теневое американское правительство. Считается, что все зло мира пошло от Вавилона, позже от Римской империи, а теперь исходит от США. Именно с темными драко доктор философии связывает войны, развязанные США во многих точках мира, и теракт 11 сентября 2001 года, когда угнанные самолеты врезались в здание торгового центра в Нью-Йорке и обрушили его. По мнению американского автора, под контролем инопланетных захватчиков находится все – ЦРУ и АНБ, МОСАД и МИ-6, и самые высокотехнологичные корпорации. Но ситуация в мире такова, что тайна эта вот-вот должна раскрыться. Кстати, сам Престон указывает, что ранее он был связан с корпорацией Intel и работал с силовыми ведомствами США. А могла ли вообще состояться встреча лидеров России или СССР с настоящим живым инопланетянином? Первая летающая тарелка могла быть сбита и захвачена советскими войсками еще в 1948 году над ракетным полигодом Капустин-Яры. Согласно информации уфологов, в бункере Яра хранились не только обломки этого НЛО, но и еще четыре инопланетных летающих объекта с просторов Средней Азии. В 1980 году в город Райманское Московской области, а оттуда в ангаре Института физики высоких энергий, был вывезен корабль пришельцев, сбитый другим НЛО на Урале под городом Верхотурья. Объект упал в тайге, но был вывезен сначала на военный аэродром под Свердловском, ныне Екатеринбург. А уже потом в город Райманское. Свидетель происшествия, полковник Владимир Витков утверждал, что ученые извлекли из корабля двух мертвых инопланетян. В герметичных контейнерах их отвезли на военную базу под Нижним Тагилом, а оттуда в Москву. Мог ли один из пилотов выжить? Могли ли военные врачи не сообразить, что он жив? Конечно, могли. Даже если ранее в руки советских военных и попадали инопланетяне, вряд ли медики досконально изучили их физиологию. И кто знает, может быть, председатель КГБ Юрий Андропов уже тогда впервые общался с ними. Но вероятнее всего, что живой пилот инопланетного корабля попал в руки КГБ уже в 1990-м, когда остановить распад страны было невозможно. Несколько лет ушло на переговоры. И поэтому только в 21 веке Россия стала восстанавливать свой суверенитет и экономическую самостоятельность. Думать так заставляет рассказ летчика Николая Чагина, который признался, что во время тренировочных полетов встречался с НЛО. В 1990-м году их видели почти все пилоты, но не все докладывали об этом на Землю. Он же признавался, что в марте 1990-го, во время ночного полета между населенными пунктами Липецк и Доброе, он сам встретил НЛО. Неожиданно цепочка звезд засветилась и растянулась в эллипс, очертаниями весьма похожей на космический корабль. НЛО висело прямо по курсу самолета примерно в 3000 метров над Землей. И Чагин доложил об этом командованию. Летчик хотел облететь вокруг объекта, но поступила команда к НЛО не приближаться, а идти на посадку. Чагин же рассказал о том, что его коллега по фамилии Литвинов в одном из полетов сбил неопознанный летающий объект. Впрочем, произошло это практически случайно. Пилот на МиГ-29 во время тренировочного полета в закрытом квадрате атаковал условного противника. И в тот же миг, когда он нажал на спуск и выпустил ракеты класса воздух-воздух, прямо перед ним появился зеленоватый светящийся объект. Несколько долгих мгновений МиГ-29 и НЛО летели друг к другу навстречу. Затем пилот увидел, как ракеты взорвались на корпусе летающей тарелки. И все вокруг вспыхнуло ослепительным светом. Чтобы не столкнуться с объектом, Литвинов сманеврировал практически вслепую. Опустив затемняющий фильтр на шлеме, он наблюдал, как НЛО, рассыпая вокруг себя искры, устремилось вниз к лесу. На земле пилота ошарашили. Оказывается, фотопулемет на МиГе сумел заснять неопознанный летающий объект. Начальство отсоветовало Литвинову рассказывать кому бы то ни было о происшествии и тем более ехать куда-то искать упавший объект. Пилота просто похлопали по плечу и сказали, что обо всем позаботятся. Чагин и Литвинов видели, как с военного аэродрома в сторону Мичуринска уехало несколько грузовиков с солдатами, несущими охрану аэродрома. По слухам, получивший повреждения объект сумел приземлиться в лесном массиве Мичуринского лесоучастка. Был ли жив его пилот? Ни Чагину, ни Литвинову не сообщили. Возможно, принимая во внимание сложную обстановку в стране, посещение Советского Союза звездным гостем, военные решили вообще не афишировать, скрыть и вести переговоры в обстановке самой строгой секретности. Сами летчики вспоминали, что после случая с Литвиновым НЛО патрулировали местность еще несколько дней, а потом вдруг исчезли и надолго оставили военную авиацию России в покое. Если все это происходило на самом деле, то Советский Союз действительно имел контакты с пришельцами. И вполне возможно, что кто-то из них был вхож в высокие кабинеты. Можете писать свои мысли по поводу этой информации в комментариях под видео. И на этом я с вами прощаюсь, но только до следующего видео.